Т-44-85 Действительно машине подходит То в наборе будет 7.5 вместе с ИСУ-130 Своё мнение по данному набору я высказал И кратенько скажу, что данный набор в целом по ценнику абсолютно адекватен Вопрос только в том, нужны ли вам две этих машины Вот и всё Что касается Т-44-85 Его очень часто сравнивают и ставят в пример ему Т-34-85 Руди Но всё-таки, ребят, насколько эти машины похожи Или насколько они разнятся Мы с вами разберёмся чуть позже Я лично не считаю, что данное сравнение является адекватным Что касается технических характеристик То, что можно посмотреть стоя в ангаре Это орудия в первую очередь И здесь не сильно приятный, как для среднего танка Угол склонения орудия вниз минус 6 Такой угол склонения, как правило, ставится на тяжёлые танки советские И там действительно это оправдано Зачем на средний танк поставили минус 6 Я не совсем понимаю Действительно не сильно комфортно играть на нём От каких-то неровностей Или на каких-то неровностях Прыгая по каким-нибудь барханам и холмам Что касается среднего урона 200 единиц вполне нормально Очень комфортное время перезарядки В 5 секунд Его можно улучшить ещё Будет где-то в районе 4,7 Но при этом, ребята, у вас упадёт пробитие Дело в том, что пробития на данной машине Мне лично очень сильно не хватает И вот если вы переставите оборудку Вот таким вот образом То у вас получается, как я и говорил 4,7 И да, становится чуть выше ДПМ Но при этом пробитие на вашем уровне 147 И это, так знаете, прям совсем в притирку Ну а если вы встречаетесь с восьмёрками То я бы сказал, что будет очень неприятно И очень сложно сопротивляться Таким на уровень выше товарища Что касается других характеристик То время сведения, разброс В принципе, всё комфортно Всё классно И особых вопросов не имею Что касается брони Сейчас её заценим А точнее её полное отсутствие Но перед тем, как это сделаем Хочу обратить внимание Подписчиков моего канала На следующее Вчера на YouTube Хотя они этого не признают Произошла техническая ошибка Причём она произошла массово У многих пользователей И это чётко видно По моему вчерашнему видосу Который собрал всего лишь Официально 280 просмотров Ребят, за день То есть такой цифры У меня не было Даже, наверное, в момент Когда я канал открывал Связано это с тем Что уведомления От моего канала В частности А и от многих других Кстати, ребят Просто не приходят На сегодняшний день К тем ребятам Которые подписаны Сейчас покажу Как это исправить И в чём, в принципе, проблема Техническая проблема Заключается в том Что Если вы подписаны На какой-то канал Си Айозик Привет тебе большой Я на твоём канале Покажу вам Как это выглядит Вы подписаны на канал То есть всё окей Всё хорошо Но только прикол заключается в том Что вот здесь в менюшке Слетает либо на Основе предпочтений Либо у большинства ребят Которые мне писали В соцсети Слетело на Никакие Таким образом Вроде бы вы и подписаны Но если стоят вот так вот Никакие И вы этого даже не знаете Потому что Ну, на мой канал Допустим Не заходите Не перепроверяете этого Но там стоит именно так А вы ожидаете Видео Которое не выходит И думаете Что у меня пауза в эфире Поэтому зайдите На любимые свои каналы Не только на мой И убедитесь в том Что там где вы подписаны Выбрано у вас Все Таким образом Вы восстановите Возможность Ютубу Присылать вам Уведомления И кстати На Ютуб сказали Что данная проблема Может быть Но только сам зритель Может эту проблему Исправить Если у него Как-то настройка Слетела Поэтому друзья мои Перепроверьте свои настроечки Для того чтобы получать Уведомления От своих любимых каналов И не пропускать их видео Что касается Т-44-85 В отношении брони По броне Ребят Здесь особо Разговаривать не о чем И вот кстати Т-34-85 Руди С которым Вечно многие Пытаются машину сравнить Но согласитесь Совсем Разные машины Во-первых Высота машин Абсолютно разная Угол склонения орудия И комфорт игры Совсем другой Огромная Комбашня Здесь она Гораздо меньше Здесь есть Очень маленький Да безусловно Нижний бронелист Но огромный верхний Бронелист Который в себя Принимает все что угодно Здесь углы склонения Все таки Ну как-то немножко Поинтереснее Мне кажется Хотя все равно Пробивать буду Поэтому сравнивать Две этих машины Ну это такое себе Занятие Знаете Из пальца высосать В принципе можно Все что угодно Главное уметь Сосать правильно Этот палец Что касается Сравнения с другими Машинами на уровне То если вы Ставите так как у меня Допустим стоит У вас будет ДПМ 2400 и 154 единицы Пробития Плюс-минус Будем где-нибудь В средняках находиться В отношении пробития Почему В средняках Потому что есть Просто несколько ребят Которые имеют Пробития в 160 175 И 198 Даже у нас есть Но в принципе Если не брать В учет Эти уникальные машины То в большинстве своем Где-то в районе Вашего пробития Все машины и имеют Некоторые имеют Даже меньше А вот если вы Ставите себе На досылатель То здесь у вас 147 Вы существенно Провисаете по пробитию Но у вас будет ДПМ 2600 Неполный Я же все-таки Играю вот так Установленным оборудованием И соответственно Хочу показать вам Именно такие Технические характеристики 2400 ДПМ А 154 Пробития 200 единиц Что в принципе Не сильно Поэтому здесь стоит Стоит задуматься Нужна ли вам Эта тачка Если вы собираетесь Купить себе Прем Именно для того Чтобы зарабатывать На нем Серебряндию Что касается Процента по победам То обратите внимание 56% Руди С которым Постоянно сравнивают Имеет 54% Количество игроков Никчемно мало Что там Что там А значит Эти машины В принципе Я бы сказал Не сильно пользуются Популярностью Но те игроки Которые играют На данной машине Смогли сделать Довольно таки Неплохие результаты Есть всего Две машины Которые Существенно Больше имеют Это Т42 Но сейчас Очень мало игроков Добрались до этой машины Ну и соответственно Статистика Ну существенно Просядет вниз Поэтому можно В учет не брать И словно известный Дракула На котором Играют те ребята Которые умеют Справляться с этой машиной Ну и соответственно Дают соответственные результаты Если не умеют играть То просто стоит И пылится в ангаре Все что можно было Обсудить о машине Где нибудь в таблицах Либо в самой игре Мы обсудили Я думаю Что самым правильным Будет просто взять Эту машину И попасть В первый попавшийся бой Для того чтобы Заценить ее возможности Но все таки Мы берем машины Для того чтобы на них играть Ждем захода в бой И продолжаем обсуждение Ужас какой-то Творится со входом В бой Более полутора минут Пришлось ожидать Попробуем зайти еще раз Пока мы туда заходим Ребят Я хотел бы Напомнить о следующем Данное видео Является вторым Видео Из пяти Которые выйдут На канале Первое Вчера собрало Как я уже сказал 280 просмотров Хотя очень важное видео Дело в том что В этом неполно Трехминутном видосике Я кратенько рассказал О том как можно Получить себе Абсолютно бесплатно Особый пропуск На следующий месяц На июль На батл пасс От меня как от автора канала Для этого необходимо Ну понятное дело Что желательно ознакомиться С полными условиями В видосе Которые я выложил Ссылочка будет в описании К данному видео Обязательно зайдите Посмотрите Но если кратенько Все очень просто На канале будет 5 видео На превьюшках На которых Для тех кто не знает Что такое превью Это картинка рекламная Которую увидите на ютуб Перед тем как заходить на видос Так вот если вы на этой картиночке Видите золотой билетик На котором написано Особый пропуск Это значит что это Одно из 5 видео Посмотрев которые И оставив под ним Максимальное количество Своих комментариев Потому что таким образом Вы увеличиваете свои шансы Вы участвуете в розыгрыше Рандомно На стримчике В прямом эфире Мы под каждым Из 5 этих видео Выберем по одному победителю Ну и соответственно Чем больше комментариев Вы оставите Под одним видео Тем больше ваши шансы Победить Под этим видосом Ну а чем большее количество Видео Под которым вы оставите Свои комментарии Тем больше шансов Победить В каждом из этих видосов То есть увеличивайте Свои шансы пропорционально Поэтому друзья мои Если вдруг Лень писать комментарии Не хотите стирать пальцы Там есть в описании К видосу Пример коммента Просто меняете Знаки вопроса На свой никнейм игровой И на ID от своего игрового аккаунта И в принципе больше делать ничего не надо Ctrl-C, Ctrl-V Копировать, вставить и будет вам счастье Участвуйте в розыгрыше и забирайте свои Абсолютно бесплатные особые пропуска На следующий месяц Я стараюсь ради вас и на канале еще грядет огромное количество розыгрышей В частности сейчас идет еще розыгрыш Параллельно с этим розыгрышем На премиумную машинку На выбор согласно предоставленному мною списку Короче говоря ребят Смотрите мои видосы, ничего не пропускайте Ну а чтобы не пропускать, заходите на дискорд сервер На котором вы можете пообщаться С ребятами, которые разделяют любовь к танкам Ознакомиться с новостями игры И ознакомиться с новостями канала Там публикуется информация о всех вышедших видео Что позволит вам ничего не пропускать Ну что, ринулись в бой Поехали друзья мои Едет машина действительно бодро Действительно классно Что касается угла склонения орудия вниз минус 6 То вы видите как это выглядит Это выглядит не очень презентабельно Прямо скажем Но в целом можно привыкнуть Можно как-то приспособиться Ну в конце концов находиться где-нибудь не внизу А где-нибудь наверху Находящегося соперника Выцеливать Ну и соответственно Накидывать ему урон Как вы видите не сильно хватает пробития у орудия Даже с учетом того, что я поставил на пробой Периодически не пробивает Даже в серые зоны Кто-то скажет, что подкрутка Не знаю Наверное слишком массовая подкрутка была бы Потому что это происходит на танке систематически То есть сказать, что это там периодически Где-то как-то Нет, ребят Это не периодизация абсолютно Проскочил Хельсинг Ладно, поехали Быковать так быковать Все-таки машина Она подначивает тебя к тому, чтобы вдавливать педаль газа И нестись вперед Так Не получится Не получится А жаль Спускаемся вниз Я думаю, что так будет больше толку Главное ствол минус Но тем более, что ствол-то у нас там уронный был Как ни крути Вот что касается углов склонения орудия Вот как-то вот так Еще нормально Поднимусь чуть выше И в принципе уже до свидания Очень хорошо, что у него есть вот эта вот ком-башня А точность орудия позволяет в нее набрасывать Обратите внимание, кстати, что Действительно снаряд летит четко туда, куда ты целишься За это Ну, твердая, твердая пятерочка Однозначно в машине Потому что Ну, крайне комфортно отыгрывать На дальних расстояниях На средних расстояниях Что касается Таких-то близких расстояний То дискомфорт Только из-за угла склонения А также Скорость перезарядки Сведение Точность орудия Все реально На высшем уровне Очень комфортное орудие Ну, практически на 100% Увены бы добавить И была бы вообще красота Классно отыграла команда Ребята, молодцы Обязательно сейчас всех лайкану Всех, кто занял первые места И плюс к тому, ребят Ставьте лайки Даже своим соперникам Если они заняли первые места в команде Или чем-то вам показались Интересными игроками Своими способностями Либо своими результатами Ну, просто потому что Им будет от этого приятно Ставим лайкосы Параллельно зацениваем результаты В отношении нанесенного урона По урону Немного Но свои два фрага мы сделали Безусловно Неплохо зарешала команда В целом Машинка может Давать возможность И в принципе Дает порой возможность Накидывать большое количество урона Стоит только помнить По поводу того Что вы абсолютно Лютый картон Который пробивают Все, кому не лень И вы машина У которой не хватает УВНов Поэтому пытайтесь держаться Каких-нибудь таких позиций На которых вам не придется Подниматься наверх На горку И с нее пытаться Как-то склонить Своё орудие вниз Для того, чтобы Кого-то выцелить Потому что пока вы будете Это делать Несмотря на то, что Подвижностью машина обладает Вас будут закидывать И соответственно Вам от этого будет Крайне неприятно Ну что Заходим во вторую каточку И обязательно Заценим его Еще разок Итак, друзья мои Очередное долгое ожидание Захода в бой И хотелось бы сказать Следующее Много раз От своих зрителей Я получал в комментариях Гневные Гневные Записи По поводу того Что я Мог бы Все это дело Повырезать Время захода в бой Тупо убрать И так далее Друзья Не обижайтесь Но это политика Моего канала Я для себя Вижу разницу Между Просто развлекательными Видео В которых я использую Нарезки В которых я вырезаю Какие-то интересные Красивые места И обзорами Но все же Согласитесь Есть разница Посмотреть поединок Боксерский Так как он был Полностью От начала И до конца Для того Чтобы понять Все моменты А другое дело Посмотреть нарезку С этого боя С красивыми Замедленными Ударами Прилетающими Перчатками В лицо соперника Которые Параллельно С тем Раскидывают Очень красиво Капли пота Ну как бы Поймите Красивое видео И правдивое видео Это абсолютно Две больших разницы Как говорят в Одессе Поэтому Я никогда Не буду Ничего вырезать Со своих обзоров Если это Развлекательное видео Да Конечно Вопросов нет Будут вырезки Будут красивые Выстрелы Подрывы Быка И так далее Но поскольку Мы смотрим на машины Такими Какие они есть Отсутствие Вклеек Вставок Вырезов Чего-либо Из видео Это мой способ Показать вам Что я Ничего не скрываю И показываю Все с первого дубля Снимаю все с первого дубля И пытаюсь показать Все таким Какое оно есть На самом деле Я могу снять 20 видео Вырезать из них Два действительно Самых классных И после этого Сказать Вот видите Какая хорошая машина Все бегите в магазин И покупайте Если я захочу Сделать так Чтобы вы не купили машину То я могу Снять 20 видео Сделать Вырезку Из двух Самых худших Боев И в принципе Сказать Что машина Никудышнее Я же снимаю Все с первого дубля Снимаю все Так как оно Происходит На самом деле Ну и соответственно Пытаюсь Таким образом Показать вам Правдивость Своих обзоров Поэтому уж Не обессудьте Возвращаясь К теме нашей машины А у нас осталось Буквально Двое соперников Машина приятная Машина классная Машина интересная Ни в какое сравнение С Руди Она не идет Это все таки Абсолютно разные машины По отыгрыванию В чем то похоже По геймплею Но все таки Не совсем то же самое Какие основные Позитивы и плюсы По данной машине Безусловно Хорошая динамика Этого у машины Не отнять Очень классное Точное Скорострельное орудие Пускай оно не сильно Всего лишь по 200 единиц Тогда когда Некоторые забрасывают Больше Но в то же время Ребят вы это делаете Настолько часто Что именно на этом Вы и выезжаете Что касается Других характеристик По орудию Как я уже говорил Точность Время сведения Все вот эти показатели На высшем уровне У данной тачки А вот в чем Действительно Минусы данной машины Так это полная картонность И рикошеты По вам Если и бывают То это исключительно Какой нибудь Такой рандом Второй минус Данной машины Крайне редко Будет такое Что вы будете Вывозить по 2000 урона Это только Если вы прям Совсем аккуратно Будете играть На вас не будут Смотреть ваши соперники И вы не будете От них прятаться А просто будете Стоять и накидывать С каждым своим выстрелом Как только Перезарядились Если рядом Есть соперники Ваша результативность В основном Будет там Ну средняком Да вот Не поднимаясь Там выше Второго уровня Ну я имею ввиду Второго места В своей команде В победных боях В проигрышных боях Да окей Может быть такое Что вы будете Занимать первые места Потому что У вас Скорострельное орудие Соответственно Вы смогли За короткое время боя Набросать гораздо больше урона Пока ваши союзники Сливались Вот такой вот он Т-44-85 Бравый Машина Классная Машина Интересная Машина Веселая Но не без косяков И все-таки Самый основной минус Данной машины Это минус Угла склонения В минус 6 Это действительно Крайне дискомфортно Но привыкнуть к этому Действительно можно На данный момент Ребят У меня все Обязательно посмотрите Видосик По поводу того Как забрать себе Особый пропуск Ну и соответственно Пишите максимум Комментариев Под данным видео Если хотите участвовать В данном розыгрыше И да Все что вы будете писать Огромное количество Комментариев Которые вы можете оставлять Это не будет Спам И мною не будет Так расценен Плюс к тому Ребят Просьба есть Только одна Пожалуйста Не используйте Нецензурную лексику Вне зависимости от того Какие комментарии Вы пишете Вы пишете Хорошие комментарии Пытаетесь таким образом Мне что-то донести Какой я классный Или вы пишете Гневные комментарии Если вас что-то Не устраивает Просто пишите Свою конструктивную критику Не используя Нецензурную лексику Потому что нас смотрят Не только мальчики Но и девочки А еще ребят Нас смотрят дети И мне бы не хотелось Чтобы на моем канале Они насасывались Всякого рода Гадости Добренько друзья Я побежал снимать Специально для вас Следующие видосы А вы быстренько Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Жмите на колокольчик Проверяйте Чтобы уведомления К вам приходили Как я об этом говорил Мира вам И обязательно Спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok